Погода в Чувашии совсем не летняя, тем не менее на календаре июль в разгаре отпускной сезон у школьников каникул, а значит транспортная полиция работает в особом режиме. Об этом мы сегодня поговорим со старшим инспектором по делам несовершеннолетних майором полиции Светланой Селькиной. Светлана Николаевна, здравствуйте. Добрый вечер. Детский транспорт на транспорте. Какая ситуация сейчас в республике? Как встать дела? В связи с тем, что сейчас дети у нас не заняты учебным процессом, у них нет кружков, они больше своей половины времени проводят на улице. И так как ребенок устроен с чувством любопытства, он идет на наши объекты. Железная дорога проходит посередине города и, к сожалению, ребята приходят на железную дорогу. Железная дорога у нас в зоне повышенной опасности. Что там может с ребятами случиться? Самое главное – это детский травматизм. На данный момент у нас составлено 150 административных протоколов, из них 122 у нас составлено за переход в неустановленных местах. То есть, если ребенок не будет приходить на железную дорогу, с ним ничего не случится. Помимо того, что мы составляем протоколы, это у нас идет профилактика детского травматизма. Мы рассказываем ребятам, почему нельзя к нам приходить, как себя нужно вести в качестве пассажира. Это основные правила мы ребятам рассказываем. И у нас не бывает повторных случаев. Если они есть, то это практически 2-3 человека за год у нас попадаются повторно. То есть, с уступлением лет все-таки ситуация как-то изменилась в худшую сторону сейчас? Ну да, свободного времени больше, ребята больше приходят нам на железную дорогу. Если брать ситуацию в целом по России, при каких обстоятельствах больше всего травмируются дети сейчас? В связи с тем, что у нас сейчас развиты такие течения, как зацепер и развита селфи, это все ребята толкают на делать снимок в такой ситуации, где они окажутся на высоте. То есть, чувство самосохранения у них полностью теряется. Они идут к цели, несмотря на риск. У нас были случаи, когда ребята поднимались на железнодорожный вагон и получали удар током. Удар током в связи с тем, что там проводится высоковольтная линия, ток доходит до 27 тысяч. Это очень большое напряжение. И на расстоянии одного метра уже происходит воздействие током. То есть, ток поражает ребенка. И, как правило, это 75% у нас, вот двое несовершеннолетних, 75% ожога всего тела. Дети остались инвалидами. Ребята получают такой ожог, что все внутренние органы поражены. Развивается ожоговая болезнь, и ребенок уже находится в инвалидном кресле. То есть, давайте еще раз проговорим. Чтобы получить удар током, сильнейшие ожоги, не обязательно даже хвататься за какие-то провода. На расстоянии одного метра происходит воздействие током. Если у нас один ребенок подняться успел, наш дорожный вагон, и остался там лежать, его ударило током, то второй ребенок у нас даже не успел подняться. Он стал подниматься, и его отбросил ударом током на расстоянии от железной дороги. Вот в России, в июне буквально Россию охватила эпидемия таких случаев. Я зачитаю, буквально Пензенскую область, двое школьников 30 мая ударило током, остались живы, слава богу. Таганрог, девочке этот кадр стоил жизни, селфи тоже девочка делала. В Чувашии сейчас пока, вот в этом году какая ситуация? В связи с тем, что железная дорога у нас ограждена по станции, например, Канаж, у нас больше случаев там, так как это большой железнодорожный узел, то дети попадают туда с трудом, и, как правило, туда они не заходят. Вот это немножко выравнивает ситуацию. Так, в этом году у нас не было несчастных случаев с участием детей, но несчастные случаи у нас были с участием взрослых. То есть это не только именно несовершеннолетние, это еще и идет волна молодежи. Ну, то есть, смотрите, вроде бы и знают, да, дети, особенно взрослые знают, что это опасно. Вот что еще можно предпринять, не только, наверное, объяснять им, да, потому что действительно это все известно. Что еще можно предпринять, как вы уже сказали, ограждение, да, железнодорожные пути? Да, это очень хорошо, да. Я говорю, то, что ограждение стоит, это замечательно, это просто свободный доступ туда ограничен. И человеку, чтобы сократить путь, это нужно как-то перелезть, это дополнительные какие-то препятствия, и человек идет по пешеходному мосту. Вот это вот очень хорошее. Пропаганда у нас везде, значит, железная дорога огораживает баннеры, баннеры стоят. То есть, это тоже пропаганда идет. Но когда человек хочет сделать снимок, здесь уже, в принципе, наверное, ничего и не поможет. Он идет к своей цели, он сделает. И вот, к сожалению, бывает такое, что вот этот снимок, это последний снимок в его жизни. И он уже даже не посмотрит, сколько он лайков наберет или что-то еще. Но вот, к сожалению, вот такие случаи есть. Но, к сожалению, у россиян часто такое оказывается, что им собственный кошелек, да, иногда бывает дороже собственной жизни. Может быть, тогда какие-то, не знаю, штрафы ввести, еще какие-то. Может быть, родителям, зацеперов, так называемых, штрафы какие-то менять. Это есть обязательно. Это все оговорено в кодексе. У нас за проезд штраф есть. У нас за переход предупреждение штраф. Но мы не сторонники того, чтобы, значит, штраф был. Все протоколы в отношении совершеннолетних направляются в комиссию по делам совершеннолетних. И там решается вопрос. Как правило, на первый раз это идет предупреждение. Потому что у нас не цель наказать, а цель предупредить. Мы хотим сделать все, чтобы у нас детский травматизм сошел на нет. Хорошо. Может быть, поговорим о тех, кто не специально идет, чтобы сделать селфи, чтобы проехать за цепером, чтобы адреналин получить. Может быть, кто-то травмируется, не знаю, просто не знал элементарных правил поведения рядом с железнодорожными путями, на другом транспорте. Вот какие правила должны знать подростки, дети и их, может быть, родители, чтобы несчастных случаев не происходило? Ну, вообще, я считаю, что родители должны дома проговаривать. Проговаривать тот путь, где ребенок идет от школы до дома. Обязательно проговаривать. Ты должен идти отсюда до сюда. То есть с ним вместе пройти. Первоначально. Стоит касается начальной школы. С ним вместе пройти и показать, где можно пойти. Самое страшное, это когда родители сами нарушают вот эти элементарные правила. И страшно смотреть, когда, например, по станции Урнары, я когда ехала сама в поезде, я видела, как вот стоит наш фирменный поезд. И мама тащит своего ребенка под вагонами. Ребенок зацепился рюкзаком за поезд, она его вытаскивает. Если с мамой можно, только он будет и без мамы это делать. Что самое страшное, родители показывают, это именно вот этот пример. Пример негативный. А для ребенка, мамы, это образец поведения. Вот к чему и приводят у нас вот эти вот случаи. Также у нас вот по станции тоже был случай, когда мальчик с девочкой шли со школы и шел грузовой состав. И ребенок решил доехать на подножке до своего дома в сельской местности. Он зацепился, рука сорвалась, и утром, читаем сводку, травматическая ампутация обеих ног. То есть железная дорога такой объект, который вообще не приемлет легкомысленного отношения к себе. Нужно быть предельно внимательным. Идешь, когда по железной дороге, были случаи, когда у нас по станции Канаж. В 4 утра нашли подростка, который был в осенне перед временем, с капюшоном, и в ушах у него играла музыка. То есть ребенка нет в живых, а музыка играет. Он не услышал поезда. И какой поезд его сбил, мы не могли узнать, потому что это было в позднее время суток. Машинист не увидел, а ребенок с музыкой в ушах так и пролежал. Ну давайте еще проговорим, что нельзя делать. Наверное, вот музыку слушать, когда идешь по железнодорожным путям, потому что уши нам даны не для того, чтобы слушать музыку, а именно реагировать на опасность. Вообще по железнодорожным путям идти нельзя. Это основное. Идти можно только в установленных местах переходить. Это у нас наземные мосты, это у нас подземный переход и настила. Если дорога проходит по железной дороге, нужно обязательно перейти железную дорогу, отойти на безопасное расстояние и идти уже вдоль, на безопасном расстоянии. Потому что были случаи, когда, например, едет грузовой состав, там грузы сцепляются проволокой. И грузы расцепляются, и вот эта проволока, она торчит и может задеть человека. Если едет пассажирский поезд, то может оттуда вылететь бутылка из открытого огна, потому что у нас не совсем правильно все люди поступают. И человек тоже может получить травмы. Поэтому от расстояния 3 метра, там есть тропинка, как правило, можно там идти. Если нужно перейти железную дорогу, нужно обязательно убедиться, что справа-слева не идет поезд, и перейти, и уже там спокойно идти по тропинке. И вот то, что мы говорим, да, про так называемую тягу в потоке, когда поезд идет, да, что нужно делать, если вдруг человек чувствует, его затягивает, или, может быть, при каких-то обстоятельствах, когда, как вы говорите, два поезда идет. Да, вот когда идут два поезда навстречу друг другу, между ними образуется воздушный поток, который может человека затянуть, если на большой скорости, под колеса. Чтобы этого не случилось, нужно присесть или даже лучше лечь на землю, потому что, когда идут, воздушный поток идет между колесами, там есть пространство. А когда между вагонами, там пространства нет, и вот этот воздушный поток образовывается и затягивает. Я думаю, что меры предосторожности надо соблюдать и на перроне, да. Какие здесь могут быть рекомендации, правила поведения? Вообще на железную дорогу ребят маленьких, то есть дошкольного возраста, начальной классы, как правило, мы этих детей сразу изымаем, потому что ребята очень любопытны, могут упасть, могут получить травмы. Без родителей мы не допускаем. Если ребята пришли с родителями посмотреть, это хорошо, потому что детям очень интересно. Если их привели родители посмотреть тепловоз, как происходит сцепка вагона, если они посмотрели, их больше это не будет интересовать. Поэтому я, например, рекомендую родителям привезти ребят и показать им, чтобы они без них не пошли и не посмотрели. Ребята катаются на велосипедах. Это тоже очень опасно, потому что ребенок может зазеваться и упасть на наше дорожное полотно, получить травмы, стрясение головного мозга, так как там чугунные у нас рельсы стоят, и большие камни, и переломы различных частей тела. Это тоже у нас было. И у нас идет безопасность, полоса безопасности, за которую переходить нельзя. Очень любят люди фотографировать, когда поезд подъезжает на станцию, очень любят фотографировать этот момент, и могут зазеваться, и тоже может произойти вот этот несчастный случай, поезд может задеть человека. Если поезд заденет человека, то он обязательно с третением головного мозга будет, потому что поезд просто отбрасывает. Тема железных дорог одна из самых актуальных в плане безопасности. Все-таки еще другой вид транспорта, речной, водный. Как там себя нужно вести, чтобы избежать несчастных случаев? Но вообще на речном водном транспорте у нас, как правило, запрет алкоголя. Потому что когда человек выпьет, он становится героем. Ни в коем случае мы смотрим, чтобы не заходили люди в стане алкогольного опьянения. Самая сейчас у нас актуальная была проблема – это выпускные вечера. Ребята хотят сделать снимки, чтобы это было на память, на всю. И вот они перевешиваются, и мы старались контролировать, чтобы они не упали за борт. Если ребенок упадет за борт, это тоже очень-очень страшно. И вот мы ходили и их охраняли. Снимки – это… Опять тоже селфи. Опять тоже селфи. Да, не только селфи, даже групповой снимок. А если один… Вот они стали группой. Если один ребенок начнет падать, там уже человек… Сколько они стояли, они все упадут. Вот это вот страшно. Спасибо. Я напоминаю, о детском травматизме на транспорте мы говорили со старшим инспектором по делам несовершеннолетних, майором полиции Светланой Селькиной. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова 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 Корректор А.Кулакова